В Торжокском районе из-за воровства опустел поселок Лазутино. Небольшие домики, собранные когда-то из подручного материала, окончательно обветшали. Сейчас там редко встретишь дачников. Наши коллеги из Торжокского телецентра «Беркут» подготовили сюжет. Дачников в поселке Лазутино огорчают не колорадские жуки и не мелкие шестиногие вредители, а крупные двуногие, которые уничтожают не столько урожай, сколько садовое имущество. Если для борьбы с вредными насекомыми люди создали инсектициды, то в борьбе с ворами они оказались абсолютно не готовы. Мы устали. Они жгут, все вот жгут, сожгли, вот тут сожгли, там сожгли, вот тут сожгли. А как жить, я не знаю. Немецкий вагон с войны, это прапорщик поставил, распилили, сожгли, туда пришли, сожгли. Местные воришки ведут себя нагло, цинично и ничего не боятся. Приезжают днем, снимают с крыс железа, распиливают болгарками все, до чего могут дотянуться. Даже если дачники видят их и пытаются прогнать, то у них ничего не получается. Воры продолжают нагло делать свое дело. Силы, как правило, не равны. А помочь садоводам некому. Я это заявление написала. Приезжала машина зимой, это 5 декабря позапрошлым году. Я уже сказала, на несколько миллионов кирпичей 500 штук. Новых-новых своровали. Это железо, я там написала все это. И сказали, что охраняйте сами. Мы не знаем, что делать. Кроме того, грабители выработали определенную тактику. Приезжают ночью, обливают дачный объект бензином и поджигают. А через несколько дней возвращаются и собирают железо. Горят садовые постройки регулярно. Судьба владельцев уничтоженных домиков их абсолютно не волнует. Мой дом стоит с 92-го года. Три раза обворовывали. Сейчас они решили поджечь. Само оно загореться не могло. Электричества нету и печки нету. Остались стены. Решетки были на окнах. Бак. Железный инвентарь был. Ну, всякое ведро. Как у всех на дачах было. В восстановлении он не подлежит. Зимой и летом расхитители отрывают доски, бьют стекла, выдирают рамы. Людям приходится тратить деньги на восстановление своих дач. В поселке охотники за металлоломом раскапывают и режут даже стальные трубы, проложенные под дорогой. В общем, забирают все, что плохо лежит.